В эфире новости Дагестан, в студии Ларьяна Шамхалаева. Здравствуйте! И в начале коротко о главном. И февральские морозы не страшны. Мэрия Махачкалы уже готовится к весне. О масштабном городском субботнике расскажем через минуту. Забыло уволить родственников. Вице-премьер Дагестана раскритиковал работу Центра социального обслуживания населения в Карабудах-Кенте. Нашли и сожгли рейд по торговым точкам столицы с целью обнаружения запрещенных веществ, провели активисты молодежных организаций. Автобус с туристами загорелся в Хунзахском районе. Группа ехала на замерзшее озеро Мочох. В дороге испортился двигатель, из-за чего произошло возгорание. К счастью, пассажиры успели покинуть салон. Обошлось без жертв и пострадавших. Однако машина сгорела полностью. За пассажирами прибыл другой транспорт, но о поездке на водоем туристам пришлось временно забыть. Несколько тысяч жителей Махачкалы вышли на общегородской субботник. Улицы, проспекты, скверы и парки очистили от скопившегося за зиму мусора. К масштабной уборке были подключены три внутригородских района – Кировский, Советский и Ленинский. Присоединились к акции практически все структурные подразделения мэрии, управляющие компанией и ТСЖ, городские службы, предприятия и организации. Активисты трудились на более чем 300 локациях. Участие в субботнике принял и градоначальник Резван Газимагомедов. Попавших под сокращение соцработников восстановят в случае, если не будет доказана законность их увольнения. Вице-премьер Абдурахман Махмудов встретился с коллективом Центра социального обслуживания населения Карабудахкенского района. Во встрече также принял участие профильный министр. Ранее многие сотрудники Центра пожаловались на необоснованные увольнения. Махмудов подверг жесткой критике деятельность руководителя Центра и озвучил факты нарушения законодательства, выявленные в рамках проведенной проверки. Очень много обслуживаемых людей из числа родственников, из числа тех, которые действительно не нуждаются в социальной поддержке танка. И следующий момент, который вопиющий момент, это несправедливое сокращение тех, кого нужно было не сокращать, а надо было сокращать других, оставили. Комиссия по регулированию конфликтам интересов есть? Кто возглавляет? Где состав комиссии? Скажите, пожалуйста, у вас сколько родственников работает здесь? Жена брата работает? Жена другого сына работает? Жена другого сына работает? Двоя родная сестра работает? Ну, я думаю, даже тех, кого я назвал, достаточно. На каком основании вы их оставили, а уволили тех, кого считаете справедливо уволенными? А как вы приняли их? У вас конфликты интересованы? Активная молодежь столицы в очередной раз выступила против продажи жевательного табака и психотропных веществ. Для этого они организовали рейд по торговым точкам столицы. Акция носила профилактический характер. Подробности в материале Карима Гамаева. Активная молодежь в лице общественного движения АСПАТРИОТЫ и Министерства по делам молодежи при содействии сотрудников полиции проводят подобные рейды на регулярной основе. Объекты проверок – аптеки и магазины. Накануне акции прошли сразу в нескольких городах республики. Вот по Акушинскому, в этих будках, где мы сейчас находимся, постоянно реализуют насвай. Это табачные изделия, которые употребляют молодежь сегодня. Поэтому сегодня цель наших мероприятий является довести до продавцов, хозяев этих магазинов о том, что нельзя реализовывать насвай. За это они будут привлекаться к административной ответственности. Поэтому мы подключили и общественность. Инициативно вот Шамиль, они АСПАТРИОТы сегодня хотят провести эти мероприятия под нашей эгидой, под наркоконтролем. Сегодня здесь многие продавцы говорят, мы не продаем. В дальнейшем мы будем проводить контрольные закупки вместе непосредственно с представителями правоохранительных органов. Будем выявлять, продают они или не продают. Но, как оказалось, многие торговцы не придают значения ранее сделанным замечаниям. Первый ларек и тут же первое нарушение. Хозяина магазина в такой ситуации, как правило, не бывает. А за прилавком юная девушка, которая, может, и не подозревает о том, что продает. На первый раз сотрудники УКОН рассказали и о вреде продукции, лежавшей под прилавком, и взяли расписку. А сам конфискат был сожжен активистами молодежного движения. Проводим рейдовые мероприятия по противодействию вот таких веществ. Проводим профилактические беседы с торговцами, которые торгуют с такой смесью нехорошей. Мы призываем молодежь не употреблять, призываем к здоровому образу жизни. Неравнодушная и активная молодежь республики и в дальнейшем планирует бороться с такими явлениями. Тем более, что, по словам сотрудников правопорядка, это дает результат. Если взять 2-3 года назад период, когда заполонил город, вот этот шнюс, так называемые, вот эти баночки разноцветные, помните, наверное, да, которые на каждом шагу продавались в каждом гастрономии. После чего мы начали проводить рейды, и большое спасибо общественным организациям в тот момент. Очень сильно они поддержали, они приносили информацию, предоставляли нам информацию почти каждый день, что в тех или иных магазинах продается на свай и снюс. После этого со службами участковых, уполномоченных проводились ежедневные рейдовые мероприятия, в ходе которых удалось нам вытеснить на свай и снюс прилавка нашего города, понимаете. Он как бы ушел в незаконный оборот, можно сказать. На сегодняшний день вот такие случаи, как сегодня мы видели, пакет на свай, обнаружили очередной раз. Но могу с уверенностью сказать, что повсеместно его нет. Карим Гамаев, Нурмагомед Магомедов, новости ННТ Махачкала. И к другим темам. Руководитель отдела просвещения Муфтията Дагестана провел ряд встреч в учебных, общеобразовательных учреждениях и спортзалах Махачкалы. Хусейн Гаджиев в школе номер 14 рассказал учащимся о важности доброго и уважительного отношения друг к другу. А в спорткомплексе «Спартак» молодым спортсменам напомнил о значимости правильного образа жизни и поведения в обществе. Вот был случай здесь в городе, когда ребята возвращались с дискотеки ночью. В машине сидели они все, ехали ночью с дискотеки, попали в аварию. Ну это утреннего намаза время было. Попали в аварию, ну разбилась машина сильно. Тогда с мечети люди вышли, у нас же адат есть, помочь. Сразу человек в беду попал, у нас сразу помогают, например. И вот ребята также вышли с мечети, вышли помочь этим людям. Ну смотрит, человек уже умирает, молодой парень, он умирал. Когда человек умирает, желательно бывает ему толкин внушат. Ну перед ним говорит слова «Ля Иляха Иля Аллах», для того, чтобы эти слова его последние были. Такая сунна есть пророка, саллилла Алисалам. Вот человек хотел ему внушать этот толкин. Вместо этого он слышал, что этот парень песни пел. У нас же тоже так, мы занимаемся здесь. Кто-то хорошо может начать, но до Олимпиады не дошел. А другой, кто хорошо не начал, но до Олимпиады может дойти. Так же, главное, чтобы конец же хороший был. Никто не скажет, тот пожалеет его, скажет, он хорошо боролся, все было, но Олимпиаду не выиграл. Но кто Олимпиаду выиграл, вот он будет настоящий чемпион. Так же, по финишу же судят. Поэтому здесь религии тоже по финишу будут судить. А финиш, когда мы не знаем. Поэтому к этому мы всегда должны быть готовы и беречь то, что есть в нашем сердце тоже. Подобные встречи направлены на облагораживание нравов населения и проходят постоянно. Кроме религиозных деятелей, в них также участвуют представители власти и известные спортсмены. В Избербаши одна из подписчиц газеты «Ассалам» получила в подарок путевку на малый хадж Умра. Руководство многотиражного издания во время торжественного проведения итогов года разыгрывало путевку на святые земли среди местных читателей. Обладателем заветного билета стала преподаватель общеобразовательной школы номер 11. И весь зал сейчас вам завидует и аплодирует. Когда узнали, что вообще, что учителя, во-первых, читают газету «Ассалам», мы вообще обрадовались, потому что газета «Ассалам» — это же не просто какая-то газета, это духовное развитие. Получается, учитель пытается следить за духовным развитием, а это уже прекрасно. Во-вторых, мы обрадовались, когда узнали, что вообще, представьте, из двух тысяч подписчиков в городе Избербаш, вы, наверное, видели ролик, вообще в таком рандомном формате, ребенок маленький вот так вытащил именно вас и именно преподавателя, мы сильно обрадовались, что именно учительница поедет на эти святые места. Когда ко мне пришли ребята подписывать газету, у меня как раз сын выезжал, у меня военный. И я говорю, пусть голова будет, если даже не принесут мне эту газету, пусть голова будет. Это было в сентябре месяце. Потом они мне позвонили, сказали, вот так вот, так вот. Конечно, была в шоке от этого вначале, просто растерялась вначале, наверное, я. Потом. Маме позвонила сразу, говорю, вот так вот, так вот. Мам, ты что, вот сразу поезжай, вот, мам. На этом у меня все. С вами была Лария Анна Шемхалаева. Смотрите нас также в соцсетях. И до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова